Виталий приветствую тебя очередная неделя первая встреча и для тех кто не в курсе может быть только подписался на наш канал и первый раз следить за нашим с тобой аналитическим творчеством это как бы регулярные встречи анализа технические фундаментальные то есть мои друзья для вас текущую граничную ситуацию пытаемся разложить в точки зрения разных видов анализа на финансовых рынках и вы уже для себя принимаете решение прислушиваться ли к рекомендациям придерживаться ли конкретно трейдить торговать если есть какие-то замечания возражения дополнения пожелания есть возможность составлять комментарии пользуетесь возможности мы всегда рады фидбэку ну и также если есть желание высказаться можете свою точку зрения комментариях озвучивать я думаю что чем больше будет об этих взглядов с разных сторон тем больше шансов у нас конечно счете разобраться в реальных триггерах финансовых активов и реальном положении дел ну что мы с виталием продолжаем говорить о самых ликвидных инструментах частности в прошлый раз анализировали американский фондовый рынок сейчас говорим о долларе я предлагаю прямо демонстрации кран и и у меня прямо сейчас открыт график снг 500 и котировки 4450 скажем так прошлый раз качестве тенденции я делал акцент на то что фондовый рынок с большой долей вероятности вернется к прежнему восходящему движению и в случае закрепления выше 4 400 пунктов может продолжить рост так оно и произошло сейчас как я уже отметил реальные курсы котировки снг выше того уровня который обозначался в качестве точки года и я по-прежнему смотрю вверх по снг причем думаю что американский фондовый рынок если говорить о бенчмарке рынка уйдет на не просто это локальный максимум мы сможем в ближайшее время наблюдать все обновления исторических максимум ну во первых почему я так уверен в сохранении текущей тенденции мы видим все таки что до сих пор на рынках сомневаются потому что края озвучит решение по ужесточению политики по конец этого года мы видим то что сейчас рынок неохотно уходит в обсуждение каких-то супер мега предкризисных событий на финансовых рынках будь то все таки потенциальное достижение лимита по госдолгу и отсутствие решения конгрессменов потому что бы этот лимит повысить либо опять же кризис который может начаться из-за все еще актуальной темы краха компании evergrande то есть ее сейчас может быть не мусолит в средствах массовой информации но все прекрасно понимаем что проблемы никуда не делятся и эти долговые трудности они для компании все еще актуальны но этот фонд сейчас как бы идет третьим планом без каких-либо подробностей дополнительных негативных инфо сводок поэтому я думаю что не стоит зацепиваться на потенциальном негативе а лучше работать с реальным позитивом который есть реальный позитив это начавшийся сезон квартальных отчетов из-за компании которые уже отчитались но практически львиная часть 80 процентов результаты произошли ожидания экспертов это точно лучше чем прогнозировалось я думаю что такая тенденция вполне может сохраниться и дальше и если мои ожидания оправдаются то соответственно сэнпи покажет на на этом на более лучших результатах квартальной деятельности более высокие ценовые уровни поэтому друзья давайте держать выше так помимо этого была сделка по евро доллару продажа я честно говоря когда евро развернулся еще на фоне снижения курса доллара который мы наблюдали после недели решил все-таки из-за этого лет на пары выйти и сейчас жалею что я так поступил но что подел те из вас друзья кто придерживается прежнего взгляда озвученного но и возможно опять же у вас на своей системы принять решение если вы ожидаете что пара евро доллар все-таки доберется до поддержки 115 я думаю что у такого сценария есть право на жизнь тем более что мы видим как активно сегодня евро и ряд других рисков активов распродают но может быть это всего лишь техническая коррекция я не знаю но лично евро пока не торгуют так по поводу рынка нефти к сожалению до отложки которые я рекомендовал вот с отметки 82 доллара за баррель мы так и не дошли и бренда битя не дают какую-то значимую коррекцию а просто каждый день продолжают переписывать локальный максимум и сегодня уже по бренду это выше 85 долларов за баррель я ранее на своих брифингах качестве цели которые можно было придерживаться отмечал 85 долларов за баррель сейчас конечно же одной стороны рискованно работать по сохранению этого тренда хоть и логично работать по тренду но рискованно учитывая то что бренд растет уже 8 недель подряд и это максимум за несколько десятков лет я допускаю что поскольку тема топливного кризиса она все еще также актуальна мы можем увидеть значение и выше то есть если вы взять длинных позициях и ждете там уже 90 долларов или вероятно даже 100 есть такие разговоры то почему бы и нет ведь то что мы видим сейчас в плане дефицита угля спг дефицита в целом газа это реально то что с одной стороны сначала повышает цены на эти сырьевые инструменты с другой стороны из-за элементарной обычной экономической целесообразности заставляет промышленные предприятия электростанции переводить производство выработку электроэнергии на альтернативные источники это конечно же нефть поэтому прогнозы сити ранее говорил bank of america то что мы увидим 90 95 но они вполне реальны посмотрим так и что касается еще одного дуэта финансовых активов это правительство с доллара я ранее рекомендовал отводку by stop с уровня 0.7350 эта сделка сработала сейчас мы находимся на уровне почти там районе 0.74 до take profit еще не добрались но он в отношении австралийца даже несмотря на то что сегодня доллар растет и вот евро тут же снижается он в отношении австралийцы довольно неплохой потому что на этой неделе я думаю завтра послезавтра могут анонсировать снятие карантинных ограничений в мильбурне это второй по численности населения на город австралии и соответственно то есть это примерно на 4 или на 5 недель раньше обозначенного ранее срок это хороший задел на все-таки восстановление экономического роста за счет вклада потребительской активности этого региона в общий показатель ввп но об этом мы конечно же поговорим позже когда будут реальные цифры через месяц через два насколько улучшается показатели ввп но все-таки смягчение карантинных ограничений ранее говорил то что из-за вот этого дефицита угля мы можем увидеть возвращение австралийского угля на территорию китая то есть снятие этих ограничений которые действовали из-за политических разногласий стали кстати говорили о причинах разногласий в прошлый раз поэтому сделки целом те же снп смотрю в лонг бренда также как качестве тенденция лонг и австралийца длинная позиция сохраняется прилететь так как у тебя виталий так видно рабочий экран пока грузится теперь видно всех приветствую давайте пройдемся по тем идеям которые я прошлый раз обсуждал давал рекомендации давал какие-то видения по рынку и дам свое видение на сегодня и так в принципе с теми идеями что ты сказал я согласен по устралийскому доллару я тоже за рост в принципе возможно какая-то маленькая коррекция если случится по нему тоже вижу покупки аналогично как по новозеландскому доллару сосед австралии в прошлый раз точнее прошлую неделю всю понедельник и среда когда мы анализировали рынок я давал покупки конечно он мне помурожил здесь в том плане что я все время покупал новозеландский доллар и после какого-то локального роста я приносил без убыток он все время без убыток без убыток и и получилось взять вот это движение наверх не все но основную часть я взял и в дальнейшем кто допустим ранее покупал новозеландский доллар то возможно его дальше удерживать возможно там часть закрыть в зависимости от вашего стиля торговли в принципе есть на пути сильный уровень сопротивления но посмотрим дальше какая будет здесь проторговочка но я думаю что мы ее пройдем если еще закрепимся выше то здесь путь хороший открыт как и по австралийскому доллару в принципе на этой неделе все признаки указывают на то что доллар будет снижаться по отношению к валютам основным ну там австрийский доллар новозеландский фунт евро и так далее и ну индекс доллара ну это пока текущая картина там уже посмотрим дальше по золоту я прошлый раз рассказывал два момента за покупку кто покупатель по золоту в принципе mayors отработали неплохо достаточно неплохо я уже принципе две недели покупаю золото и конечно ну здесь много было сложности так как достаточно глубокие откаты еще помню на позапрошлой неделе когда покупал на non-farm payrolls вот на этой шпильке вверх 200 пунктов и 200 пунктов вниз вот это меня было смутило но все-таки дальше снова покупал здесь тоже были качели внутренние там повыносило по без убытку части и не получилось все движение взять на текущий момент ну тоже такое в пятницу скинули и вот этот момент мне не нравится поэтому я пока по нему буду ждать посмотрим как дальше закроется потому что ну сильно перекрыли возможно будет тот вариант которым я говорил вариант шартистов да что здесь могут уйти достаточно сильно вниз пока мы торгуемся вот этих импульсах мы в принципе основной импульс вот этот но пока в нем торгуемся такой сильный откат я буду не рынка но здесь все что угодно поэтому достаточно сложно сказать возможно ближе к среде что-то нарисуется возможно дальше не никаких рекомендаций не буду давать на S&P 500 с прошлой недели я шартил вышел по без убытку здесь неплохо мы сходили вниз думал дальше провалимся ниже на текущий момент да согласен за лонг смотрится но я пока не буду торговать S&P 500 я буду тем который будет искать эти шарты все время ну пропущу лонг очередной какой-то возможно там и выше уйдем но здесь посмотрю есть уровень сопротивления достаточно такой неплохой посмотрим возможно тоже ближе к среде что-то что-то подскажет рынок да я из тех скажем трейдеров и тех того населения которые там какие-то и ты им факты показываешь был достаточно интересный факт недавно в этом в россии не помню какая область и там были были два ролика достаточно интересные первый ролик ну это телевидение да которые там федеральные не знаю какой канал там местный или какой-то государственный был федеральный там показывали ну там семья и заболели к видом и вот все вакцинировались и у них легко прошло а вот парня он не хотел вакцинироваться у него там 90 процентов поражения легких и так далее но он там сидел бодрячком принципе но это такое там показали и второй ролик который тот же оператор снимал но снимал в неофициальное скажем неофициальное время он так камеру пустил и так снимал и этот журналистка такая спрашивает ну скажите почему вы не вакцинировались у вас есть какие-то ну почему вы против там и так далее возможно там убеждения какие-то а он такой говорит я вакцинировался ну вот такие вот такое телевидение сейчас я в принципе вот такие моменты показываешь кому-то но они все равно свою линию ну это нормально дальше по рынку по рынку евро доллар евро доллар напомню в среду когда мы с тобой общались я говорил что вот выйдет инфляция и я скорее смотрел на покупку евро доллара я там заходил через другие инструменты и принц и чуть-чуть евро там покупал на текущий момент у нас получился неплохой импульс по евро вверх сейчас девочки переключу да вот получился неплохой импульс там напомню была дивергенция я не говорил это на четырех часовиках это еще один плюс для тех кто не верит дивергенции все время говорит ну а вдруг она сломается ну все может сломаться и фундамент и какие-то паттерны и и зоны какие-то там маржинальные и так далее на текущий момент по данному инструменту на я рассматриваю покупки они достаточно такие сложные выше уровня 1.15.85 это уровень зеркальный вот если сегодня выкупим дневку закроемся там да или там моменте возможно рассматривать покупки по данному активу поэтому это будет такая рекомендация ну с риском обязательно закладывать риски риски где-то вроде там 15 1.15.50 не исключаю какой-то более сложный лонг что даже если мы закроемся ниже этого уровня ключевого да и как-то там проторгуемся тоже за лонги это пока приоритет ну где-то процентов 60 я за лонг здесь возможно ли шорт как ты считаешь что вышел жалеешь что вышел шорта возможно да здесь тренд сильный и какой-то такой корявенький разворот смотрится и по индексу доллара да мы прошлый раз говорили торговались на максимах да тоже я говорил на четырех часовиках здесь была дивергенция мы сделали там ложный пробой хая прошлого месяца сентября да и ушли так красиво вниз но здесь такое корявое возможно вот через какую-то коррекцию мы дальше уйдем вниз пока только по евро даю рекомендацию потому что все такое хлипкое пока будем покупать только евро другие инструменты понаблюдаем возможно ближе к среде будет больше день но я пока так за за ослабление доллара а там посмотрим хотя оно такое чуть-чуть и корявое пасекте виталий за ой технический анализ за точку зрения следим тогда как себя актива поведут смотрим ждем там фундамент я бы не сказал что он на этой неделе насыщенный но это отчеты будут мы к ним вернемся уже ходе на следующих выпусках виталий тебе хорошей недели исключительно успешный с крутыми сделками и трендами которые прогнозируются тем более что по многим активам мы с тобой смотрим в одну сторону и до скорых встреч пока пока удачи